23 января на этом пешеходном переходе водитель автобуса совершил наезд на подростка. Ребенок получил ушибы и, к сожалению, это не единственное ДТП с участием пешеходов в нашем городе с начала января. С начала года в Апатитах и Кировске зарегистрировано уже 4 ДТП с пострадавшими, два из них с участием пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Статистика вызывает обеспокоенность, поэтому в январе госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Пешеход». Итоги акции в цифровом выражении вы видите на своих экранах. Обеспокоенность вызывает то, что за прошлый год у нас из 65 дорожно-транспортных происшествий 40% это происшествия в виде наездов на пешеходов. Из этих 40% из этих наездов на пешеходов больше всего произошло на пешеходных переходах. На нерегулируемых, прежде всего, пешеходных переходах. При этом инспекторы подчеркивают, ответственность в равной степени лежит и на водителях, и на пешеходах. Каждый должен убедиться в безопасности маневра для себя и других участников дорожной ситуации. А что у нас получается? Что пешеход не смотрит по сторонам, выходит внезапно на проезжую часть. Бывает так, что в ушах наушники, одет капюшон, и, соответственно, все это сковывает движение, и оценить обстановку, которая происходит на проезжей части, не получается. В объяснениях пешеходов чаще всего фигурируют такие формулировки. Смотрел на дорогу боковым зрением, однако этого недостаточно для того, чтобы безопасно перейти проезжую часть. А вот как это рекомендуют делать инспекторы ГИБДД. Давайте подытожим, какие нужно выполнять несложные действия, чтобы безопасно перейти пешеходный переход и остаться целым, невредимым. Переходим дорогу по пешеходному переходу, смотрим в левую сторону, направо, смотрим, с какой скоростью движется автомобиль. Не забываем в зимний период о том, что увеличивается тормозной путь автомобиля, и, соответственно, наши дороги покрыты, бывает, и кашей после снегопада, под снегом лед. Это тоже нужно учитывать. Еще одно наблюдение. Ни у одного из пешеходов, попавших в ДТП на переходе в темное время суток, не было на одежде светоотражающих элементов. При этом статистика неумолима. Использование светяших снижает вероятность ДТП на пешеходном переходе в 6,5 раз. При движении водитель пешехода в темной одежде без светоотражающего элемента увидит пешехода за 18 метров. Но если это, опять же, зимний период времени, машина остановиться мгновенно не может, и этих 18 метров никак не хватит на скорости 40 км в час, чтобы принять правильное решение остановиться, пропустить пешехода. Если есть светоотражающий элемент 130 метров, за 130 метров уже его видно. Педагоги выдают школьникам и дошколятам светоотражающие элементы. Сотрудники госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в школах и детских садах. И она приносит плоды. А вот убедить взрослых носить отражающие светоэлементы на одежде куда сложнее. При этом достаточно всего одной детали слева, например, на рукаве. Хотелось, конечно, ко всем обратиться, чтобы пешеходы, водители были внимательно, осторожны и бдительны на дороге. Потому что это наша с вами жизнь и здоровье. Нарушение в цифрах. За переход дороги в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Водитель, не пропустивший пешехода на переходе, заплатит от полутора до двух тысяч рублей. Однако наибольшую цену заплатит тот, кто потеряет здоровье из-за невнимательности или беспечности. Давайте спросим мнение у участников дорожного движения. Я, правда, смотрю по сторонам на всякий случай, но пропускают. Да, довольно-таки часто, но, естественно, бывает, что не пропускают. Это, я думаю, в пределах нормы так везде. В целом часто пропускают. Но если я только подхожу к пешеходному, машина может проехать. Ну, в целом я специально смотрю по сторонам, удостоверятся, пропустят ли меня или нет. Редко бывает, когда водители торопятся и проезжают. Ну, я надеюсь, что они видят пешехода и просто очень торопятся. Часто, всегда. Часто. Всегда пропускают. Я вообще из Москвы, вот здесь первый раз, но сколько мы переходим с бабушкой, всегда. Нет, на это нет. А вообще? А вообще на осенние есть куртки. Вы считаете, что они нужны? Ну, я думаю, да. Особенно детям. К сожалению, нет. Хотя надо бы, да. Ну, да. И, кстати, хорошо, если бы и пешеходные переходы освещались тоже. Это тоже помогло бы не наезжать водителям на пешеходы. Будьте взаимовежливыми, призывает инспектор ГИБДД водителей и пешеходов. Убедитесь в абсолютной безопасности своего маневра и только после этого пересекайте пешеходный переход на своих двоих или за рулем автомобиля. Редактор субтитров А.Семкин